Взаимоотношения региона с центром. Всегда, может быть, были попытки раньше, что происходило, что нельзя в одной стране сделать разные направления. Страна должна развиваться единая, целонаправленно. И, конечно, с центром, если есть какие-то проблемы или вопросы, можно так сказать, мы всегда ставим и приходим к тому, что это вопросы, и надо совместно это решать. И, конечно, самое главное наше направление, что люди, проживающие в Аджаре, были благополучны. А каков объем туристов, которые посещают регион за год? Потому что и президент, и глава департамента туризма очень часто заявляют и называют цифры в 2-3, иногда и в 5 миллионов. Насколько регион готов к такому наплыву туристов и город, в частности, Батуми? Город в прошлом году принял весь регион, можно так сказать, Аджаре, в течение года принял 975 тысяч, если сравнить с позапрошлым годом 550, это значит почти что 100% рост количества туризма. В этом году, я могу сказать, первый квартал рост 85%, средний годовой, наверное, у нас будет рост минимум 40-45% и ориентир, который у нас есть ожидание, в этом году принять 1,4 миллиона туристов в нашем регионе. Но потенциал еще больше. Одна проблема, одна единственная проблема, которая у нас создается, это нехватка номеров, нехватка коек. Если сравнить, я могу сравнение сказать, Кипр, критическую часть Кипра, где в течение года Кипр принимает до 3 миллионов туристов, и номерной фонд, фонд коек, у них 95 тысяч. Если сравнить с Аджаре, у нас 7 тысяч 200. У нас, нам помогает, так называемый, частный сектор, где в общем где-то 40 тысяч, частный сектор, это койки, которые сдаются. И прошлый год было показателем, что не то, что койки в Кабулете, в Патумии, в прибрежной зоне, даже в селах, и в Високогорной Аджаре были очень много туристов. Но рано или поздно нам есть эта проблема, и эта проблема решается при стройках, которые вы видите. В этот год знаменательный тем, что сдается в эксплуатацию, открывается Редисен, следующий уже на подходе, уже Хилтон, потом Кемпинский. Я уверен вас, что через 2-3 года международные сетевики, принты как таковы, если в данный момент у нас 4, будет минимум 10-12, и это будет развиваться. Патум Леонид, а какие страны являются инвесторами? Все. Мы можем выделить. Я скажу так, это четверть инвестиций, это Турция, потому что Турция рядом, это соседи. Есть азербайджанские инвестиции, есть украинские инвестиции, европейские инвестиции, так что диверсификация, это казахские инвестиции тоже. Нет одной страны, что можно сказать, что больше 50% с какой-то страны. А какие взаимоотношения у нас с соседним регионом Турции, вот кстати? С Турцией прекрасные. Все хорошо помнят, когда было до такой степени закрыто все, и невозможно было попасть в Турцию. Мы считали друг друга врагами, это была история, это реальность, которая во время Советского Союза. Но уже 6 лет, как у нас нету безвизовое предначение, и больше, я скажу, сейчас в Польше мы думаем, как сделать беспаспортное. Это реально очень много хороших примеров, которые можно сказать и во многих мировых странах нету, европейских странах. Потому что наш аэропорт, не только Батумский аэропорт, Батумский и Турецкий аэропорт, потому что я совместно использую. То же самый хороший показатель будет пропускной пункт в Сарпе, тоже на этом тамошне будет система одного окна. Если турецкая сторона проверит, это уже значит, что с грузинской стороны нечего проверять, и с другой противовес тоже. А вы сами чувствуете, вот это отношение, как же отношение изменилось после революции РОС, вы сами это? Вы же часто ездите все-таки в этот регион, потому что было такое на уровне, даже люди очень часто говорили, что отношение такое второсортное, да, турков к Грузии. Такое, такое вы сами что-то можете сказать? Отношение было, я прямо скажу, ужасное, потому что 7 лет тому назад по всей Грузии была коррупция, никто не хотел приезжать и чем-то заниматься. И не только Турция, показатель тоже Армения. Почему армянский турист не приезжал потом? Знаете? Нет. Потому что если на машине он как приезжал к грузинской границе, то потом ему туристам необходимо было платить там 100-200 долларов взяткой на каждые 5 километров. То же самое было и Турция. То же самое были и разные страны. Это только полиция, что творила, а разные государственные чиновники еще там, если кто-то, не дай бог, захотел там гостиницу или что-то построить, там минимум 50 процентов то ли он должен был отдать эти времена государственному чиновнику. Но эти события, конечно, мешали всему. И реально не то, что второстепенно, и третьестепенно, и пятистепенно, можно систему там очень многое рассказать, и никто не хотел приезжать сюда. И все вспоминали Шужаш. И называясь коррупцией, называясь то, что электроэнергии вообще не было, и другие. Очень многие такие житейские вопросы, которые не могли решать. И после этого, конечно, все изменилось. И изменилось то, что количество, у нас самые главные показатели по туризму тоже Армении и Турции. Если армяне в прошлом году было 120 тысяч, если с Турцией было 150 тысяч, эти показатели в этом году, мы уверены, это все в два раза больше. И инвестиции тоже самое. В регионе идет строительство, в частности в Батуми, со своеобразной архитектурой. Не боитесь ли потерять местный колорит? Нет, нет, одно единственное, которое все подключены, все смотрят. Наше самое главное сохранить наш старый Батуми. И, наверное, кто приедет и посмотрит это, мы все делаем, что старый Батуми был как в конце 19-го, начале 20-го века, реально был европейским городом. И с другой стороны мы создаем новый Батуми. Новый Батуми – это 21-й век. И комбинация 19-го и 21-го века даст нам реально хороший шанс показать всем наш прекрасный город. Город за последние пять лет выросл два раза. Два раза. Территориально два раза. Очень многие потомчане даже не думали, что возможно пройти в аэропорт с другой стороны города, пройти, сделать там бульвары, пройти, сделать новые дороги. Очень многие его пройкали на основе, только думают насчет бульваров и развлечений. Но очень много инфраструктур мы делаем там, объездные дороги и внутри города. Если вы пройдете, даже новый променад, который соединяет город до улицы Леонидзе, это дает возможности вообще развитию города полностью. Город меняется. Город меняется, город растет. Уже население скоро будет более 200 тысяч, потому что это мы ощущаем. В городе строится больше миллиона квадратных метров жилья. И самое главное, это все продается. И все это осуществляется. Очень многие спрашивают, если сравнить города Киевы, европейский город, столица Украины, население больше 4 миллиона, тоже миллион строится. Миллион квадратных метров. Насколько интерес за рубежом в Европе, в частности, высок к региону Аджария? Интерес большой, потому что все спрашивают и все знают. Все знают и про город, про развитие. И это есть показатель, что реально в Батуме то, что творилось. Это реально можно назвать это батумское чудо. А почему я спрашиваю? Потому что основной поток туристов все-таки стран ближнего зарубежья. Что нужно сделать для того, чтобы у нас было преимущественно туристы из Европы? Это самая большая проблема. Не только для Батуми, для Грузии. Это прямые рейсы. Прямые рейсы со всех странах, со всех городов. И это будет скоро. Я хочу уверить ваших зрителей. Три года тому назад потом у меня было даже аэропорта. Да. Это да, правда. И три года тому назад у меня была мечта. У меня лично была мечта хотя бы один рейс до Стамбула или какого-то европейского города. И то, что раз уже каждый день рейсы до Стамбула уже в конце мая, в начале июня, потом и Анкара начинает рейс. Скоро будет европейским направлением. Мы работаем авиакомпанией Витзаир, которая будет с Польшей и с другими городами тоже. Очень много будет направлений. Это всегда каждый инвестор и каждое население всегда спрашивает. Сколько, когда много туристов. Конечно, в прошлый год уже много туристов было. Это мы в прошлом году, мы приняли больше туристов, чем в советские времена. В советские времена максимум было 800 тысяч. И еще больше будет, конечно, но не хватает инфраструктуры, не хватает гостиниц. Как только больше гостиниц, будет больше туристов. Это система яйца. Кто курит, кто первый. Конечно, с первого надо инфраструктуру создать, а потом уже приглашать. Давайте еще тогда, знаете, о чем поговорим.